и атеистами, убеждать нетвердых и переубеждать запутавшихся. Упустим организующую роль массового протеста, можем оказаться на политической обочине, будем активны, приблизим часть социалистического преображения Родины. В современной России в классовом противостоянии столкнулись сразу четыре силы. Во-первых, это ненасытная олигархия и выражающая ее интересы власть. Их политическим оплотом выступает Единая Россия. Во-вторых, это классово близкая им либеральная прозападная буржуазия. Она опирается на олигархические группировки, возникшие в пору юльцинского фаворитизма. Ее центры – малочисленные партии, такие как Партия Прогресса, А. Навальный, Парнас, В. Рыжков, М. Касьянов, Солидарность и тому подобная третья сила, мелкая буржуазия, численно растущая в пору экономических кризисов. Ее ведущие политические полпреды минус «Справедливая Россия» и ЛДПР. Четвертой силой выступает рабочий класс и его союзники, которых призвано возглавлять КПРФ. Такие многополярные конструкции характерны для мирной политической жизни. Но события на Украине показали, когда дело доходит до прямого противостояния, подобные многогольники выпрямляются. Остаются два полюса, два центра притяжения. Для этого им надо нейтрализовать другие социально-политические силы. При активизации политической борьбы в России мелкая буржуазия привычно окажется в престижных. Реально за власть будут бороться две силы. Первый вариант – ими станут объединенная буржуазия и объединенный пролетариат во главе с КПРФ. Это шанс для России вернуться на путь социалистического созидания. Такова была стратегия большевиков в Великой Октябрьской социалистической революции. И она принесла победу. Второй вариант – за власть схватятся конкурирующие олигархические группировки. Разница между ними лишь в способах осуществления диктатуры капитала. Победа любой из них может привести к установлению режима с коричневыми пятнами, Когда капиталу не хватает буржуазно-демократических методов, он отдает предпочтение фашистским. Именно так и случилось на Украине. Для КПРФ все это означает, что ни одна из групп крупного капитала не может рассматриваться как союзник или попутчик партии. Реальной альтернативой двум силам контрреволюции должны стать рабочий класс и КПРФ. Как утверждал Сталин, отказ Компартии от борьбы за руководство миллионными майсами, Ее линия на коалицию с буржуазией соответствует меньшевистской стратегии. Большевизм предпочитает предоставить роль гегемона революционного движения пролетариату. Партия наследников октября не может позволить себе плестись в хвосте событий. Мы справимся со своей исторической ролью, только выступая авангардом борьбы за социализм. КПРФ давно прошла стадию своего формирования. Теперь предстоит брать новые высоты. Партия призвана привлечь на свою сторону широкие рабочие и крестьянские массы. Характеризуя подобную ситуацию, И.В. Сталин отмечал, партия в этот период уже не так слаба, как в предыдущей. Она, как движущая сила, превращается в серьезный фактор. Теперь она превращается в инструмент для руководства борьбой масс в деле свержения власти капитала. Центр внимания партии уже не сама партия, а миллионные массы населения. Гниение страны – это ленинская характеристика состояния России, данная сто лет назад, точная сегодня. Рабочий класс – ведущая сила Великого Октября, которая остановила национальную катастрофу. Ключевая задача КПРФ – объединить в своих рядах лучших представителей этого класса. Только они способны к непримиримой борьбе с капиталом. Только с ними партия защитит страну от угрозы новой национальной катастрофы. Знамя на все времена. Дорогие товарищи! Друзья! Соратники! Спустя почти столетия после победы Великого Октября становится все очевиднее, что нашу революцию невозможно рассматривать как явление, ограниченное рамками одной России. Русская революция несла на себе печать процессов мирового масштаба. Социалистическая пролетарская революция стала судьбоносной для всего человечества. Уже в 1920 году в работе «Детская болезнь ливизны» в коммунизме Владимир Ильич Ленин писал, «Некоторые основные черты нашей революции имеют не местное, не национально особенное, не русское только, а международное значение». Под влиянием октября всем советским людям стал понятен и близок великий лозунг Маркса и Энгерса пролетарии всех стран «Соединяйтесь». Русские большевики подхватили его и притворили в жизнь. Этому лозунгу КПРФ верна и сегодня. Да, большевики верили в победу, поднимая массы в октябре 1917-го, но русскую революцию они всегда рассматривали как часть мировой борьбы между трудом и капиталом. При этом ленинцы решительно отвергали идею Троцкого превратить Великий Октябрь в охапку хвороста для мирового пожара. Интернационализм пролетарской революции большевики понимали куда глубже. На Всероссийском съезде советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Ленин говорил, наша социалистическая республика советов будет стоять прочно, как факел международного социализма и как пример перед всеми трудящими самасами. Там – драка, война, кровопролитие. Здесь – настоящая политика мира и социалистическая республика советов. За три дня до открытия съезда советов Ленин писал, интересы социализма стоят выше, чем интересы права нации на самоопределение. Твердо следуя этому подходу, Сталин утверждал, что уничтожение национального гнета немыслимо без разрыва с империализмом, низвержение своей национальной буржуазии и взятие власти самими трудовыми массами. Данный принцип актуален и сегодня. Для КПРФ поддержка трудящихся Крыма и Новороссии – это акт солидарности с их борьбой против империализма, против бандеровщины, против украинской правонационалистической буржуазии. И полнота нашей солидарности прямо связана с решительной борьбой за власть трудящихся в нашей стране. Так завещали нам Ленин и Сталин. Защита завоевания Великого Октября была интернациональной. Стране Советов помогала революционная борьба международного пролетариата. В годы Гражданской войны в России зародилась великая традиция. В Красной Армии сражались тысячи воинов-интернационалистов. Среди них – сербы, венгры, чехи, поляки, китайцы. Затем в историю вошли интербригады, защищавшие Испанскую Республику в 1936-1938 годах. Эта славная традиция жива и сегодня. Ее передовая ныне, на рабочем Донбассе. Среди наследий Великого Октября – многочисленные уроки международной солидарности. С середины прошлого века в эту работу включились многие новые объединения. В их числе Всемирный Совет Мира, Международная Федерация Антифашистов и Борцов Сопротивления, Всемирная Федерация Профсоюзов, Международная Демократическая Федерация Женщин, Всемирная Федерация Демократической Молодежи, Международная Демократическая Ассоциация Юристов-Демократов. Представителей этих организаций мы вскоре ждем в Москве, чтобы вместе провести форум в честь 70-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. Международное значение Великой Октябрьской социалистической революции огромно. Она заложила основы нового мира. Советская Россия предъявила планете выдающийся опыт социалистического созидания. Красное знамя Великого Октября стало знаменем трудящихся всего мира, знаменем правды и справедливости. В годы борьбы с фашизмом наш Красный Стяг вдохновлял героических защитников Москвы, Ленинграда и Сталинграда. Он видел раскаты первого победного салюта в честь освобождения Орла и Белгорода. В мае 1945 года он был вознесен над поверженным Берлином, став главным символом Великой Победы. И это знамя на все времена. Наследие советского социализма живо. Оно – в романтике Кубинской революции, в выдающемся поиске Че Гевары Сальвадора Альенди, Даниэля Артеги и Уга Чавеса, в сегодняшних успехах Китая и Вьетнама, в поступательном развитии скромной и трудолюбивой Белоруссии, в краснеющей Латинской Америке. Российские коммунисты гордятся своей историей. Наша сегодняшняя борьба отбирает многообразный и яркий опыт разных отрядов международного левого движения. У истоков этого опыта – заря новой жизни, рожденная в октябре 1917 года. Богатство этого опыта – наше великое достояние. Достижение советской эпохи – наше нержавеющее оружие, путеводная звезда и фундамент для новых свершений. Наша правда дает нам уверенность в победе сил созидания, мира и прогресса над всеми силами зла. Наше дело правое – победа будет за нами. 19 марта 2015 года